здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в тридцать седьмом уроке мы продолжаем с вами работать gridbox в этом уроке я покажу вам как перенести сайт сделанный в gridbox на рабочий хостинг хостинг я буду показывать на примере хостик . com . ю а почему этот хостинг наверное вы часто видели что в конце урока я рекламирую этот хостинг да действительно это хороший хостинг я им сам пользуюсь этот сайт мой блог федоровасильев точку вы видите как он быстро открывается быстрая работа страницы хотя тут очень много всего чего есть на сайте установлена вы наверно знаете да если на джум или очень много установлен всяких компонентов сайт может быть тяжелым несмотря на это сайт все равно быстро грузится на простом хостинге и за очень недорого так как я пользуюсь этим хостингом поэтому на этот хостинг я и буду показывать как переносить сайт единственная хочу немножко сказать о как бы моей рекламе этого хостинга то есть я являюсь как бы партнер то есть я предоставляю здесь реферальные ссылки на свой хостинг как вы здесь так и в разделе рекомендую что это дает мне это дает небольшую копеечку мне платит хостинг за это то есть если человек регистрируется на хостинге по моей фирме ссылки он ничего не теряет он платит только хостингу то есть я про сейчас объясняю тем кто не знает что такое реферальная ссылка то есть у меня просто к вам просьба зарегистрироваться то есть если конечно вы захотите по моему уроку регистрироваться на эту хостинге если вы мне доверите что хостинг действительно хороший также там действительно есть 30 дней бесплатного доступа здесь есть нюанс смотрите когда вы перейдете по ссылке с моего сайта федоровасильев точку ру мы можем обратить внимание на адрес в адресной строке вначале у нас показать действительно хостинг и мой реферальный так называемый хвост он показан вот здесь прямо в ссылке вы можете наблюдать здесь написано мой адрес сайта то есть таким образом как бы хостинг он отслеживает от меня ли пришел человек стоит ли мне платить то есть комиссионные или нет или человек сам через интернет попал на этот хостинг то есть вот этот реферальный хвост как раз таки показывает что человек пришел к меня но здесь есть очень один неприятный нюанс который в большинстве случаев происходит люди переходят по моей ссылке смотрят на страницу и начинают гулять по страницам хостинга например перешли там на главную потом перешли там еще куда-то почитали на хостинге да а только потом пошли нажали на хостинг выбрали тарифный план и начали регистрироваться и обратите внимание что реферальный хвост потерян то есть получается я как бы никого не привел хотя я действительно человека привел поэтому у меня к вам просьба если вы хотите действительно почитать поинтересоваться самостоятельно тут что-то поизучать то вы все читаете изучаете все что вам необходимо на этом сайте хостинга а когда захотите регистрироваться я вас прошу перейти еще раз по этой ссылке чтобы не потерять мой реферальный хвост то есть вот это федоровасильев.ru то есть как вы только сюда перешли после этого вы сразу вот здесь вот я же даю вам страницу на тарифные планы хостинга вы тут же сразу выбираете свой вариант что надо нажать потом вы нажимаете вот тестировать 30 дней это тоже самое что и вот эта кнопка купить только если тестировать 30 дней вам дадут 30 дней бесплатного хостинга то есть 30 дней уже будет сайт работать то есть вы переходите тестировать 30 дней и просто производите значит здесь регистрацию выбираете в какой период вы будете платить ну дальше я сейчас вам показывать не буду я вставлю сейчас кусок из своего урока просто у меня уже был урок как зарегистрироваться этом хостинге в моем платном курсе про интернет-магазин поэтому я решил не повторяться и сейчас просто вам вставлю фрагмент этого урока как я здесь регистрировался а потом уже продолжим то есть вот здесь есть такой небольшой нюанс по поводу реферал я вас просто очень прошу если вы будете здесь регистрироваться пожалуйста сделать так как я вам показал и так я составляю сейчас фрагмент из моего урока по поводу регистрации этого хостинга и так смотрим здесь в принципе все очень просто сбоку здесь слева показано номинование функции да и вот здесь в графе напротив тарифного плана показано какое есть ограничение если нет ограничений пишет неограниченный если какая-то функция отсутствует стоит прочерк минус красный да и в самом низу показано цена то есть это за год цена 1905 и кнопка купить у первого тарифного плана много ограничений и нету бесплатного доступа в 30 дней соответственно вот этот тариф следующий с 2 называется подороже и внизу можно выбрать период по месячной оплаты ставим точку это если платить каждый месяц мы будем но гораздо удобнее заплатить за год при этом будет скидка до 45 процентов и здесь внизу и ссылка 30 дневный период но здесь есть такой нюанс вот backup менеджмент ведь прочерк стоит у нас то есть скажем вот если здесь ssl сертификат это в принципе не обязательно а вот это можно пригодиться возможность самостоятельного восстановления необходимых файлов сайта сейчас этого может ни о чем не говорить но вообще если я себе буду брать хостинг я возьму именно вот следующий тарифный план где стоит галочка что это действие можно выполнять он уже соответственно подороже давайте я его и зарегистрирую на 30 дней то есть внизу по ссылке я кликаю тестировать 30 дней на этой странице вы выбираете период оплаты здесь все понятно ставите точку напротив того варианта который вас устраивает да сразу видно здесь какая идет скидка и ниже здесь выберите доменное имя мы с вами в прошлом уроке зарегистрировали домен поэтому мы ставим последнюю точку у меня есть домен я изменю dns то есть вы заходите свой аккаунт рек и заходите список доменов и ваш домен копируйте просто отсюда если вы его не помните и прописываем его здесь и нажимаем на кнопку продолжить нас оповещают не забудьте поменять dns сервера движемся далее дата центр здесь можно выбрать где вы хотите воспользоваться серверами то есть где будет храниться ваш сайт харьков украина родтердам голландия или атланта сша но я возьму вот голландия бесплатный перенос сайта мне нужна помощь с переносом сайта вам помощь не нужна потому что я буду вам помогать его переносить выделенный ip-адрес это не нужно если мы выберем придется за него платить отдельную стоимость точнее вдобавок к вашей стоимости заказать ssl сертификат это не нужно и здесь последний шаг нам нужно проверить заказ смотрите страна выбирайте свою страну российская федерация телефон кликаем по списку выбираем плюс 7 то есть проставьте свой сотовый телефон здесь не бойтесь никакой рассылки они вам рассылать не будет а вот здесь вот кликаем по ссылочке зачем вы можете ознакомиться с правилами а и так прописываем телефон следующая проверка заказа sms верификация или звонок сотрудника ну оставляем sms верификация sms код и кликаем сюда получить код то есть мне сейчас только что на телефон пришел код я смотрю сейчас свой телефон и прописываю здесь код вы соответственно прописывайте здесь свой код прописали и если мы все правильно сделали напротив ставится такая галочка и в самом конце можете ознакомиться с правилами кликнув по этой ссылке я оставлю галочку что я ознакомился и нажимаю на кнопку оформить заказ и так через несколько минут вам должно было прийти письмо на почту от хостик центра до что вы произвели регистрацию то есть вот такого вида письмо здесь детали заказа видно что дата следующего платежа как раз ровно через месяц то есть через месяц если вы захотите остаться на хостинге вы будете оплачивать седьмого числа следующего месяца тут есть и доступ в панель управления сразу имя пользователей пароль уже создан для вас ниже будет доступа ftp тоже создан в этом же письме и сейчас нам нужно для нашего домена прописать dns сервера данного хостинга чтобы как бы привязать данный домен к этому хостингу и у нас вот есть такие строчки вот одна dns зона и вторая то есть это просто набор букв то есть смотрите вы копируете вот так вот как я сейчас копирую то есть для нас зону переходите в свой аккаунт регру где мы регистрировали домен кликайте по названию домена прокручиваем ниже и выбираю управление доменами dns сервера кликом по ссылке dns сервера прокручиваем ниже и вот ns1 сервер прописываем эту строчку возвращаемся в почтовый аккаунт копируем вторую строчку dns зоны так и вставляем вторую дна зону без пробелов и нажимаем зеленую кнопочку изменить обновление dns серверов обычно происходит в течение 24 часов ну нажимаем окей то есть опять же нам придется сутки подождать обычно это в течение суток происходит но иногда бывает часов 7 проходит и сайт у нас будет доступен точнее домен значит мы можем размещать туда свой сайт переносить и у нас он будет отображаться в интернете значит данная зона мы изменили переходим значит а в почту и его давайте попробуем зайти просто в панель хостинга до прокручиваем ниже доступ панель управления имя пользователя давайте копируем имя пользователя конечно эти все данные с письма вам лучше сохранить куда-то в блокнот и соответственно хранить это все на флешке до на компьютере это лучше не хранить давайте попробуем зайти в панель управления вот ссылка для входа в контрольную панель то есть можете прямо здесь кликнуть через письмо имя пользователя и пароль указан ниже до копируем имя пользователя вставляем сюда пароль берем отсюда вставляем и вход нажимаем и у нас выскакивает ошибка мы не можем авторизоваться такое бывает мы с вами ничего не как бы не нарушили да мы действительно взяли данные которые нам пришли и служба поддержки мне говорит что нужно попробовать пароль самому пересоздать в панели хостинга для этого вот здесь вот кликаем по ссылке панель клиента кликаем по вот этой ссылке мои сервисы далее мы кликаем вот на эту зеленую стрелочку вот здесь вот маленькую такую заходим внутрь детали продукта называется прокручиваем ниже и вот здесь вот давайте попробуем сменить пароль визите новый пароль и подтвердить пароль и нажимаем на кнопку обновить появляется сообщение пароль успешно изменен кликаем значит вход в к панель вот здесь кнопочка выше и мы сразу попадаем с вами в панель управления хостингом не пропустите мои топовые продукты по джумла итак вы посмотрели фрагмент из урока надеюсь вам и все было понятно я не помню если я в уроке упоминал если вы вдруг столкнетесь какой тариф выбрать принципе на первом этапе вы выбираете самый дешевый вариант с 2 тариф вам будет его достаточно потому что по сути у вас лендинг и если вдруг даже он вырастет будет большая посещаемость то вам сотрудники этого хостинга помогут перенести сайт на другой тарифный план или просто вас переключат я не знаю как там эта процедура происходит но думаю что скорее всего очень даже не сложно поэтому смело выбирайте вот этот первый план с 2 от 213 56 рублей единственно в уроке у меня во фрагменте я просто записывал зимой я там был четыре тарифных плана у них что-то изменилось теперь три тарифных плана у них и так что касается переноса сайта смотрите сам сайт и вот который мы с вами делали в grid box и я делал на локальной машине open server я не знаю на какой вы делали то есть возможно вы делали на денвере но принципе там принцип один и тот же так как я делал на open server поэтому я и буду показывать как переносить сайт open server значит я открываю папку где мне установлен open server open server есть такая папка domains там где ваши находится домены открываем ее и у меня этот сайт который мы сделали с вами про еду он у меня адрес у него 1 2 3 . я захожу сюда и вот она вся джумла нам нужно здесь просто-напросто выделить все и с помощью архиватора winrar запаковать в архив выбрав при этом вот здесь вот zip и метод сжать и принципе максимально у меня уже стоит выберите тоже и протестировать файлы после упаковки чтобы не было никаких ошибок ставим галочку и нажимаем окей и нам нужно дождаться процесса завершения конвертации нашего сайта архивации в один zip архив пока это происходит давайте выгрузим базу данных нашего сайта сворачиваем это окно чтобы это сделать я сейчас вам показываю свою панель и у нас здесь вот есть флажок нашего open сервера что мы делаем мы нажимаем на этот флажок наводим мышь на вкладку дополнительно и нам нужно попасть в php my одну вот эта верхняя вкладочка кликаем по ней нам нужно авторизоваться пользователи мы пишем по-английски root пароль писать не нужно и нажимаю вперед дальше у меня здесь много баз данных потому что много сайтов установлены в open сервер и моя база дана от этого сайта она называется так же как и домен 123 я кликаю по базе данных у нас идет подгрузка вот в этой большей части экрана здесь показана вся наша база данных за ползунок прокручиваем ниже кликаем вот здесь вот по ссылке отметить все и нажимаем экспорт здесь в этом окне мы выбираем ставим точку обычный отображение прокручиваем ниже и нажимаем вперед появляется окно чтобы мы скачали нашу базу данных на компьютер выбираем папку куда вы будете сохранять на компьютере базу данных выбрали папку и нажимаем сохранить база сохранена сайт у нас также запаковался вот он 123.log.zip я его перенесу вырезать в ту же папку где у меня находится база данных просто для удобства и так у нас все готово для того чтобы перенести сайт на хостинг подготовили сайт все запаковали базу вытянули все теперь будем заниматься хостингом как это делается ну я буду размещать на под домен этот сайт заодно посмотрите как это делается про перенос домена также вы это видели в уроке я по вам показал и так заходим в панель хостинга как это делать вы должны уже это знать панели хостинга если вы используете домен то вы переходите в домены я буду делать на под домены поэтому я кликаю вот под домен и сейчас создам новый домен то есть смотрите у меня есть сайт webmaster 73 я выбираю здесь под домен как будет называться у меня уже 12 есть будет 3 то есть это будет адрес 3 . и этот адрес сайта то есть адрес домен у меня уже есть поэтому я могу делать на нем под домен корень документа я кликаю просто сюда у меня сразу создается вот такой вот вариант я нажимаю создать идет подгрузка вы должны дождаться сообщение вот такого успешно завершено создан здесь мы нажимаем назад здесь я вижу все свои домены ниже если вы только зарегистрировались у вас он будет только один то есть вы его здесь видите адрес здесь вы видите корень документа если кликнем прямо по этой ссылке нас перебросит в диспетчер файлов и здесь автоматическая созданная папка также называется как у меня под домен то есть мы кликом два раза левой кнопкой мыши по синей папочки заходим внутрь здесь есть автоматически созданная папка вы выделяете и нажимаете удалить она вам больше здесь не нужно ставим галочку пропустить корзину чтобы корзина не забивалась мусором и нажимаем удалить папка пустая теперь сюда загружаем нашу папку с сайтом нажимаем вот здесь вот есть ссылочка на верху отправить в новом окне появляется такое окно можно кликнуть по этой кнопочки и выбрать файл с компьютера или же мы можем просто если это удобно перетянуть наш сайт zip прямо сюда и у нас вот здесь вот показано процент такой прогресс бар показано сколько загрузилось процентов нашего сайта на хостинг пока это все идет мы не теряем времени переходим на вкладку панель то есть смотреть вот здесь есть такие квадратики если кликнем мы попадаем с вами в корневую папку панели до так сказать так пока наш сайт загружается мы с вами создадим базу данных кликаем база данных мы сиквель отсюда с дельфинчиком нам нужно создать базу смотрите вот это первое поле принципе я назову базу также назывался мой домен назову 123 и нажимаю создать базу данных база создана нажим нажимаю назад дальше прокручиваем ниже нам нужно добавить пользователя к нашей базе данных вот здесь показано имя пользователя здесь ставим принципе это же называю пользователь как и базу данных придумаем пароль желательно посложнее и запоминаем его повторяем пароль ниже показана сложность пароля полоска должна гореть зеленым значит пароль надежный нажимаю создать пользователя пользователи создан нажимаю назад прокручиваю ниже нам теперь нужно добавить этого пользователя в ту базу в которой мы только что с вами создали. Выбираю базу данных, которую я создал. Точнее, выбираю пользователя, который только что создал. Базу данных для него выбираю. И нажимаю добавить. Все очень просто. Здесь нужно выставить права. Мы нажимаем вот здесь галочку все права, чтобы галочки были все отмечены. И нажимаем ниже кнопка внести изменения. Все. Это мы сделали. Переходим обратно на главную страницу панели и переходим. Здесь вот рядом есть phpMyAdmin. У нас идет переадресация. Мы с вами базу создали. Вот здесь вот будет список баз. У вас, скорее всего, не будет такого списка. Просто у меня уже несколько сайтов здесь есть. Я нажимаю ту базу, которую я только что создал. Она у нас вот здесь открывается. И нам нужно нашу базу сюда загрузить. Нажимаю импортировать. Здесь есть также кнопочка выбрать файл. Можно, в принципе, базу данных также перенести сюда. Прокручиваем ниже и ОК. И ждем загрузки базы данных. Нужно дождаться вот такого сообщения. Импорт успешно завершен. Все. Базу мы с вами загрузили. Вот ее таблица. Дальше эту вкладку можем закрыть. Обновляем вкладку там, куда мы загружали наш сайт. Заходим в папочку. Вот наш загруженный файл. Надо теперь этот сайт распаковать. Выделяем его здесь мышкой. И вот здесь есть кнопочка такая извлечь. Здесь убедитесь, чтобы путь был такой. Вот слэш. Ну, в принципе, он автоматически здесь подставляется. Какой нам и нужен. Единственное, на всякий случай в конце также поставьте вот такую косую черту. И нажимаю вот на эту кнопку. То есть нам нужно, грубо говоря, чтобы все файлы извлеклись в ту же папку. Открывается такое окно всплывающее. Вы его закрываете. И вы это видите. Вот они все извлечены наши файлы. Чтобы не забивать место на жестком диске хостинга, вот этот архив zip, его мы удаляем. Потому что он нам здесь уже не нужен. Выделяем его и нажимаем здесь удалить. У нас почти все готово. Остался один момент. Нам нужно подключить базу данных к нашему сайту. Здесь есть такой файл в корне сайта. Сейчас я его выделил. Вы его видите. config.php Вы его выделяете правой кнопкой мыши. И вот здесь вот есть в списке edit. То есть правка. В новой вкладке мы сейчас будем здесь прописывать нашу базу данных. То есть нам нужно найти вот такой вот параметр host. Вот localhost нам нужно будет заменить. Давайте перейдем в панель управления. В отдельной вкладке зайдем в базу данных. Просто посмотрим. У нас здесь есть пользователь. То есть база данных и пользователь одинаковый. Вы его копируете отсюда. Просто я забыл как у меня называется. Поэтому я отсюда копирую. Если вы на память помните как у вас там пользователь и база данных, то вы можете от руки написать. Пока хост мы не трогаем. Вот ниже видите user. Вот здесь между кавычек root вы удаляете. И прописываете user, то есть пользователь. Это название вашего пользователя, которого мы только что сами создавали. Обязательно будьте внимательны, не удалите ни одну кавычку. Если что-то удалите, работать у вас не будет. Пароль от этой базы данных, который мы только что создавали. Я вам сказал сделать его сложным. Дальше сама база данных. Видите BD. Она у меня также называется как пользователь. Поэтому я это и прописываю. И нам осталось записать правильно, как пишет у нас хост. Название хоста вы можете взять в письме от хостинга. Прописываем здесь. И нажимаем вот здесь вот в правом верхнем углу кнопка сохранить изменения. Все успешно у нас изменены. Дальше прокручиваем здесь в самый низ. Это окно мы еще не закрываем. Нам нужно прописать правильный путь логов. И путь к папке TMP. Вот эти данные опции. Вот это вот. Смотрите, как я делаю. Я удаляю вот так вот все. Кроме косой черты и логс. А здесь до кавычки одинарный. Вот так вот удаляем. То же самое мы делаем ниже строчка с папкой TMP. Это тоже очень важный шаг. Будьте здесь внимательны. Пока подготовили. Сейчас надо прописать правильные пути к этим папкам. У вас вот здесь вот справа будет такой блок. И здесь будет написано вот корневой катал. Вы копируете целиком этот корневой катал. Как он здесь есть. Значит ставим вот здесь вот, чтобы мигал курсор. И вставляем вот так вот. Как у меня. То есть у вас будет немножко по-другому называться он. И здесь то же самое. Мы делаем до папки TMP. Чтобы получилось как у меня. И опять нажимаем сохранить. Итак, я адрес вставляю в адресную строку браузера. Нажимаю Enter. И вот что у меня происходит. Хорошо, что вылезла эта ошибка. Заодно я вам покажу, что могло произойти. В этой вкладке, когда мы прописывали данные, смотрите, что я сделал не так. В адресе host, когда я прописывал host, я вот здесь вот случайно поставил пробел. Представляете? Даже из-за этого, если будет пробел, уже не будет работать. Будьте внимательны. Убираем пробел. Нажимаем сохранить. И пробуем еще раз. Обновляю страницу. И теперь у нас все хорошо. Вы видите, все. У нас сайт теперь в интернете. Сайт находится на домене. На поддомене. И вот вы видите его. Тот же самый сайт, который мы с вами делали. Он здесь находится. Спокойно. И еще один нюанс. Что нужно сразу проверить, как только сайт мы запрещаем. Загрузили на хостинг. Переходим в админку. Админка такая же. В адресной строке ставим slash. Администратор. Enter. Вводим данные от вашей админки. Заходим в админку. Дальше мы нажимаем система. Информация о системе. Переходим. Права доступа к каталогам. Прокручиваем в самый низ. И вот эти пути в самом низу. Смотрите. К файлам logo. И к файлам tmp. У вас напротив здесь должно написано доступно. И вот так с зеленым светится. Если вы допустили ошибку, когда прописывали здесь путь. Здесь будет красным помечено. Вот эти два нижних пункта. Очень важно, чтобы было как у меня. Если вдруг у вас тут не получается. Обратитесь за помощью к хостингу. Они в принципе подскажут вам правильный путь к этим файлам. Вот в принципе и все. Урок получился достаточно длинным. Я вас поздравляю. Вы теперь умеете переносить сайт на хостинг. На этом я урок заканчиваю. Если вам был урок полезен, ставьте пожалуйста палец вверх. Подписывайтесь на канал. И я все-таки надеюсь на вашу порядочность. И если вы воспользуетесь данным хостингом, пожалуйста, не потеряйте реферальную ссылочку. Спасибо вам. И до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hosting. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова